Интересно узнать, вы вообще знаете, в каких числах проходила война? Может число какое-то началось, может какие-то события связанные? Началось вроде летом, в 1914 году. Закончилось в 17-18 годах. Там пару исторических фактов было насчет то, что возле реки, не помню название, были впервые использованы химическое оружие, там погибло много солдат. Французские вроде и бельгийские солдаты против германских были. Нет, нет, ни ко мне. А вот тут кукла. Я тут помню Союз Антанта, что там была Россия, Франция, Англия. Немцы были. Вроде в немцев, по-моему. Я знаю, что летом, в конце лета. И что знаешь, что 14-е годы. Не, я не был в курсе. В 1916 или 14-е годы? 14-е годы, да. Ну сейчас же 100 лет, вот 14-е годы. У меня праздник воевал там, кстати. Первую мировую всю прошел, да. А на вторую, ну, на Великую Отечественную, его не взяли по возрасту уже. А полководцы, вы кого-то помните с Первой войны, может быть? Ну, Брусилов, наверное, самая такая фамилия. Юденич, наверное, был. У нас даже Сталин был на войне. В Первой мировой. Потом комиссовали у него, там что-то с рукой обнаружилось. Это Сергей Есенин воевал. Говорит, что Соский Жуков, это Вторая мировая? Нет, можно сказать. Ну, в Оренбурге кто там был? Дутов. Кто еще? Ну, Колчак он не дошел до Оренбурга. Полководцы тоже, сейчас вот я просто не готова об этом. Ну, конечно, наверное, были в Велике. Я знаю то, что у меня фамилия Кутусов, и Кутусов, по-моему, участвовал в Первой мировой, да. Вообще, ну, ваше отношение по поводу Первой мировой войны? Ну, вы знаете, если бы в России не была связана вот этими своими узами с этими странами, которые участили в этой войне, то нам там, я считаю, делать нечего было. Только людей положили туда, и все. Ну, если бы в этой войне не было, вот мы, если бы в нее не влезли, может быть, и революции бы не было. Потому что все это очень связано. То, что война – это бессмысленное, считай, перевод людей и сил. То, что, как любые войны, они должны были закончиться. Великое событие, которое Незгладимое оставило на российскую, ну, как, сформировало, так сказать, наше будущее российское государство и дало великий толчок в процветании нашей государства. Когда Англия, Франция и Россия, по-моему. Да, Антанта. Да, собрались вместе. Значит, люди могут дружить и против какой-то империи, злой, и там, идти воевать. Тяжело так ответить, что такое Первая мировая война. Надо было бы больше освещать, потому что это все забывается, если наше поколение, а вот молодежь вообще не будет знать ничего о ней. Так что, хорошо, что вспомнили об этом. Редактор субтитров А.Семкин